Но я бы перевела стрелки. То есть мы понимаем, что да, Соединенные Штаты Америки это стратегический партнер, точнее, Израиль и Южная Корея это стратегические партнеры Соединенных Штатов Америки вне блока НАТО. Вся эта помощь, очень многое сотрудничество, производство, ракет, техники, это все идет в кооперацию. То есть, по сути, США старший в комнате. Но когда мы говорим с вами о северокорейских войсках и когда мы говорим про Иран, это уже региональные вызовы. Здесь у нас Израиль, здесь у нас как раз Южная Корея. И я бы все-таки перевела стрелки к ним. Сегодня буквально я видела видео, кажется, про Томский пороховой завод. Там, значит, выходят россияне, и они жалуются на то, что у них добавились рабочие часы, все это без доплаты, без выходных, потому что они, значит, там производят этот порох Ирану. Они прямо так говорят, то есть это даже не секрет. Вот вам прямое сотрудничество. Вы прекрасно знаете, что в этих складах Хизбаллы было найдено российское оружие. И не только. С-400, которое уничтожено на территории Ирана. Но оно же не в военторге купили, правда? То есть это передало напрямую Россию. И возникает вопрос к нашим друзьям. Если вы видите это сотрудничество, если вы точно знаете, что наш враг усиливает вашего врага, где же вы? Да, вы не будете с нами воевать на поле боя, но у вас есть оружие суперклассное, которое вы могли бы передать. Но вы, Марк, не дайте мне солгать, что как бы ни первая, ни вторая. Дальше гуманитарной помощи, дальше технологической разведки, спутников, но ничего не предоставляет. Снимки супер важно, но снимки не стреляют и не убивают наших врагов. Ну, мы возвращаемся к тому же вопросу. А, собственно, почему те виды вооружений, а их существенно больше, чем те, что предоставляются Украине, я имею в виду с точки зрения диверсификации, то есть ракеты, которые дали считать, ну, только на гавке на 2400, 2500, ну, и другие такие же средства. Ну, просто интересно, так сказать, почему они не должны быть предоставлены Украине? Хотя бы из соображений паритета с военным противником, потому что у Москвы есть кинжалы, у Москвы есть билистическая ракета, которая, кстати, летает над территорией тех же самых стран НАТО. То есть Польша, Румыния, даже порой падают какие-то то осколки, то еще что-нибудь на эти территории. И там идет дискуссия, а надо ли их сбивать, не надо ли их сбивать. Ну, мы к этому вопросу уже много раз обращались. Понимаете, как? Вот он, Зеленский, в чем прав? Потому что он вот говорит, мы, говорит, 10% только помощи получили из выделенных 60,5 миллиардов. Это как? Ну, так вот. 10% от 60,5 миллиардов. Цифры-то секретные поставок? Мы же не знаем. Но вот президент Украины заявляет. Вот послушайте, нам дали только 10%. Я, честно говоря, удивлен. Я думаю, мы половину уж отдали. Ну, а как 10%? Вы что, вы нормальные вообще? Зачем вы проголосовали? Зачем бюджет? Зачем это все? То вы ленд-лист принимали, говорите, не, не, это не важно, это форма. Хептинг-салидемизм мы так будем давать. Ну, тогда вообще непонятно. Ну, это же простой вопрос. Тогда... Ну, а как тогда? Если вы выделяете 60,5, даете 10%, то это что, 6 миллиардов? Ну, то есть, вы свои обязательства-то выполните. Чего уж там повышенные какие-то атомные бомбы передавать. Вы свои выполните обязательства, которые вы же, ваш конгресс, нижняя палата утвердили. Все. Вы это сделаете? Чего замахиваться на большее? Мы сейчас уже о минимуме, о программе минимуме, о максимизации речи не стоит. Ну, вы сделаете это? Ну, тогда хоть что-то можно еще будет требовать? По-моему, тех денег. Ну, получается, 90% недоданных Украине. Так на них можно, слушайте, пол Кореи купить северную. Ну, как? Ну, 25 там сколько их? 20 лишних? Кто говорит, 25 миллиардов? Сколько их северной Кореи? Ну, их, наверное, можно купить всех с потрохами? Ни одна Москва не перекупит. Ну, получается-то так. Что касается вида вооружения, ну, смотрите, мы все время исходили из того, что есть что-то, что не публичное, что вселяет ту надежду, что передается больше. Вот помните, как всегда говорят? То ли есть F-16, то ли нет уже еще. Туман войны. Да, туман войны. То атакамсы есть, то атакамсов нет, то такие тяжелые беспилотники есть, нет. А сейчас-то выясняется, что оказывается 10%. Ну, 10% он говорит. Так а что же это такое? Значит, нет ничего, что ли? А почему нет тогда резонного вопроса? Вот. Поэтому на самом деле ситуация тяжелая. Ее надо честно признать тяжелой, потому что российские войска двигаются, значит, ну, там может не такой большой темп, они действительно только, вот если по максимуму смотреть, ну, 2 200-2 400 квадратных километров, 2400 квадратных километров, по максимуму есть считать, с прошлого года, с декабря, когда идет активная фаза наступления, оккупировали дополнительно за этот год. Как бы в масштабах войны за 25-м года, это может не очень много. Но то, как реагируют западные союзники, оно большого оптимизма не внушает. Еще раз повторяю, это возможно изменится после 5-го ноября. Возможно. Если победит Камала Харрис, то точно будет, ну, с контактом, все то же самое, но лучше чуть-чуть. Точно лучше. Если победит Трамп, мы вообще ничего не знаем. Вообще ничего не знаем. То есть, никто не решится определенно говорить. Из того, что звучит от него, там, от Вэнса, его вице-президента, комбината, ну, точно не внушает никакого оптимизма. Не внушает. Просто я не очень понимаю. Если президент Байден, ну, он старенький, он в деменции, он не может такого решения принять. Ну, охренительно. Хорошо, он не может. Кто может принять? Ну, тот, кто будет. Например, Камала Харрис. Мы с удовольствием подождем, до 5-го не так много осталось. Пусть она тогда будет принимать это решение. Ну, может быть, там, Пентагон, там, глубинные государства. Мы все время не понимаем, кто адресат, кому это адресовать. Опять о том, что так воевать нельзя. То есть, если вы заявляете, что вы поддержите, будете поддерживать до конца, сегодня Остин сказал, Москва никогда не захватит Украину. Хорошо, мы вам верим. Окей. Что практически? Как вот вы реализуете вот это свое важное намерение? Вот в чем оно? Ну, это разумный подход. Плюс, знаете, есть еще такой момент, как-то Европа ушла в тень. Он ушел в тень, я так в общем не вижу этой активности, которая была в феврале, когда он говорил, а что бы, вот и какие-то страны, входящие в НАТО, могут свои контингенты разместить. Но я понимаю, там много чего произошло внутри. Во Франции, когда выборы прошли досрочные, соотношение сил, то-то, все, пятое, десятое. Ну, как бы и Германия ту же позицию занимает. Ой, как бы чего не вышло. Ну, с такой позиции выводить невозможно. Вообще. И мы возвращаемся опять по кругу, прошли диалектическую, опять возвращаемся. А в чем себя тогда Украине защищают? Понимаете? Вот о чем речь. Поэтому на самом деле это вопросы страшные, неприятные. И хочется, знаете, как-то отвернуться от этого отсюда. Но я боюсь. Дальше, если так пойдет, то вряд ли такое получится. Я, Марк, с Трампом бы и закончила, но вот в каком смысле. Значит, число россиян, считающих победу Трампа полезной для России, удовольствовалось, с прошлых выборов. Так он был кандидатом. Это нам говорит Левада-центр. Мы не доверяем этой социологии, но мы понимаем, что вся власть, пропаганда. Куда он себе доверяет? Да. Они все накачивают, и они действительно лояльны к Трампу. Чтобы они там не рассказывали про Камалу Харрис, победу Трампа позитивным результатом для России сочли 37%. Лишь пять назвали его соперницу Камалу Харрис. Почти половина респондентов не видит разницы между ними. Это, кстати, тоже правильный ответ со стороны россиян. Ну и надежду на потепление отношений США и России в случае переизбрания или избрания Трампа высказали целых 33% оптимистов, а в случае победы Харрис 30%. Ждут ухудшения. Значит, переполнены надеждами, ну потому что Трамп делает такие заявления. Да. Конец поддержки Украины. Украина сдается, значит, проигрывает, война окончена. Ну почему бы и нет? Как вам кажется, наивны ли ожидания самих россиян, которые считают, что в Америке может быть пророссийский президент? Я всегда говорю, что Трамп, он не проукраинский. Да, абсолютно. Но это вообще не означает, что он пророссийский. То есть эти понятия не нужно путать. Ну я с вами согласен. Это частое заблуждение или такое, знаете, я сам обманываться рад, как Александр Сергеевич сказал. Ну, наверное, они искренне считают, что как бы нужно за что-то цепляться, во что-то верить, потому что все равно подспудное ощущение, когда бы эта война закончилась, обладевает россиянами тоже. Ну чем дольше война идет, вот это состояние, мне же пишут люди оттуда. А вот, они и на канал пишут, они и личные сообщения пишут. Ну как бы есть, с кем молочаться. Там атмосфера-то местами тоскливая и есть. Лучше себя чувствуют те, кто вообще избегает тем войны, вообще вот так уж затыкает и ничего не слышать, не хочу ничего знать, не хочу. Есть такие. Пойти побухать там, зависнуть куда-нибудь, знаете, изобразить, что ничего вокруг все у нас как хорошо. Я часто привожу пример. Знаете, при Сталине, был замечательный фильм, снял Иван Даховичный, Пророва. Кому интересно, посмотрите. Где, оказывается, тоже была золотая молодежь, очень хорошо показана художественная. Я-то и об этом читал. Знаете, что была золотая молодежь, дети всяких партийных чиновников советских, сотрудников НКВД, которые, так сказать, в 37-м году спокойно продолжали в Праге, веселиться, устраивать там групповые вечеринки и так далее. Действительно, такое было. Богема никуда никогда не девалась. И вот среда этой золотой молодежи, она тоже никогда не девалась. Они жили в состоянии, вот в фильме прорвает очень отражено, чтобы ничего не знать, что там происходит. Какие-то репрессии, кого-то посадили, расстреляли. Вот так. А потом у нас жизнь это врывает. Надо, так сказать, раз ли тебя отвезли, ну, лбят, пытаются жечь на себя. Вот. Поэтому вы понимаете, как какая-то часть россиян может себе позволить до определенного момента как бы засунуть голову в песок и как бы там куда они там засовывают и ощущать себя в каком-то другом пространстве. Ну, там, как будто каком-то отдельном. Ну, и жить какой-то особенной личной жизнью, там, каким-то бизнесом, какими-то развлечениями и так далее. Вот. Но эта новая жизнь, она все равно к ним зайдет. Она постучится. Неизбежность. И поэтому ощущение того, что ну вот придет Трамп и сдаст нам Украину и все прекратится, и как бы все закончилось, никто больше никуда не мобилизуется, никого больше не заберут, не поедут. А мы опять поедем там, тут отдыхаем, тут в Турцию, тут, значит, пошли товары какие-то, там, санкции, хренанцы. Оно как бы все равно есть. Мы не знаем точно социологических цифр, потому что социологии доверять не стоит. Социология такая грешная наука в тоталитарных обществах. Но здесь какое-то есть выражение именно того же существа, что как бы вот изменение там, на Западе, да, они могут дать и нам какое-то спасение. Что ну как бы больше Трампу незачем, Украина не нужна. Это же основные литмотивы. Когда мне ботов насылают, видно, они соответствуют. Где-то искренние какие-то появляются ватники. И они пишут, вот типа Украина вообще никому не нужна. Понимаете? Но это все равно не так, несмотря на всю критику Запада и той, что мы оценки даем и так далее. Это не так. Это не так. Только дурак может не понимать, что на Украине сконцентрировалось в противостоянии всего исторического мира. И в зависимости от исхода этого проекта, это не Афганистан. Афганистан да и херстан. Улетел и, как говорится, и они. Он никому не нужен. Кому нужен Афганистан? Архаическое, древнее общество, которое как жило по тем законам тройболистским и всякого рода диким, варварским. Давайте честно говорить, он так и живет. Ну и поживет. Это его выбор. А вот Украина это другое. Это вообще другое. Это принципиально другое. И ровно потому, что Украина не получила той степени важной поддержки, которая бы обеспечила ее успех, происходит в Грузии, попытки в Молдове. Погодите, будет дальше. Вы еще увидите, как это будет и в странах Балтии начнется и так далее. Обязательно. Обязательно. Потому что, как всякий бандит, которого вовремя не остановил, он расхаживается, расхаживается, расходится, расходится. Это для Кремля очень-очень свойственно. Очень свойственно. Это цивилизационный выбор. Большой выбор. Исторический выбор. Каким будет мир в текущем этом столетии, а может быть и дальше. Ну, я думаю, ограничится этим столетиям. Все будет решено в ближайшие, не знаю, десятилетия. Так что не стоит питать иллюзией, что кто-то может от этого спрятаться. Потому что у Бога по поводу этого мира и России какие-то свои, пока еще не явные, не ясные, но виды насчет их судьбы. Люди, которые не вовремя это поймут, станут крайними в этой раздаче. Мне так кажется. Недавно Хлайбустин назвал российский народ богоносцами. Мы действительно увидим, что будет. Я подумала, сегодня такой день, что можно себе позволить немножко черного юмора. Марк вообще себе его позволяет каждый раз. Ясно, почему вы не выбрали себе с ведущей из Афганистана. Им там не то, что нельзя с мужчинами общаться. Им уже и женщина с женщиной запретили. Да, конечно, разговаривать. Не, ну так погодите. Я же уже об Афганистане заговорили. То есть, та архаика, в которую погружается Афганистан, он, в общем, нес в себе эти традиции всегда. Будем честны, потому что, когда покажут кадры, значит, еще и до советского вторжения, до ухода британцев, да, подмандатная была территория, ну, это все равно где-то в Кабуле, где-то в крупных городах там было какое-то маленькое общество цивилизованное. А так-то, в общем, он всегда жил в этой архаике. Провинция, она всегда была такой. Пуштуны никогда другими не были, будем честны. Ну, еще где-то, когда таджики, там же такая поликультурная среда, так сказать, и таджики, и узбеки, группы, и хазерийцы, и много кого. Ну, просто, понимаете, что равнять по Афганистану? Что равнять по Афганистану? Ну, живут они так. Да и пусть живут, понимаете? Оставить их. Главная идея, так сказать, книги того же Хантингтона, сына Олега Хантинтона, покойного, который написал книгу, ее называют «Столкновение цивилизации». По-английски она немножко звучит как «Столкновение культур». Ну, «Цивилизация» более, может быть, точно на русский. Он и сказал, что, в принципе, в конце концове не надо никого менять, оставить там, где люди есть. А субмаргинальные там среды, например, и Россия к ним отнесена, ну, она всегда будет болтаться туда-сюда, пока не раскроется. Он Турцию, кстати, тоже к субмаргинальным относил. А вот, а там есть часть Европы и часть азиатского начала, ну, и так далее. Поэтому Афганистан – это модель, который пусть вот эта азиатская Россия, туда, в Китай, в Афганистан, в Северную Казацию. Вот пусть туда идет. И не жалко, вообще не жалко. И не надо удерживать. Лишь бы осталась какая-то часть, которая там сказала, ой, это нам не надо. Мы лучше вот туда, назад. А вы туда идите. В Афганистан, женщина-женщина не разговаривает, и идите. И они, Ну, Россия, да, еще не один в один, но, учитывая все последние нововведения, законы, запреты, это действительно путь вот куда-то туда. Некоторым женщинам в России действительно не мешало бы заткнуть рот. Тем не менее. Друзья, на этом мы ставим точку. Вы не забывайте нас поддерживать, оставлять свой лайк. Ваши комментарии для нас очень важны и нужны. Подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Live, подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Live для того, чтобы ничего не пропустить. На понедельник мы готовим для вас сюрприз, там у нас будет еще один гость, но кто это, вы узнаете только потом, а в субботу мы встретимся обязательно в нашем привычном формате, поэтому все присоединяйтесь. Марк, спасибо вам большое за разговор, за этот час и до встречи. Спасибо, Алена. Благодарю всех зрителей канала Курбанова. Субтитры сделал DimaTorzok